Косточки будут посажены этой весной, а привиты следующие. Это нормально. А пересажены на постоянное место уже через весну. Нормально. Получается, им нужно расти в трёпкости 2 года. Тоже нормально. А вот слушайте внимательно. А может их лучше следующей весной пересадить и привить одновременно на постоянном месте? Тоже нормально. Всё будет зависеть от пригодности. Помните, я говорил, если есть возможность посадить прямо в горшке, мы прививаем в горшках. Вот. Садите в горшке. Вот. Если надо ещё годик подрастить, подращивайте. Это вы сами поймёте без меня. Вот она растёт. Вы можете костику как? Посадить, например, в школку, то есть в землю. Подросло, привили за столом, я вас учил, и посадили в горшок. И в горшке ещё годик, а вот. А если вы совсем хиленький, то можете два года. Вам же, получается, надо какое-то время продержать их. Видимо, вы не можете сразу посадить распланы через весну. В общем, сложно ничего нет. Я уже столько раз говорил. Получается, как только возможность посадить. Вот смотрите. Семечка, семечку рознь. Проклюнулась. А для него горшок готов. Полной земли, кстати, чтобы под запады с землей было. То есть с краями земли было. Вот. Чтобы там не образовалось ямки даже в горшке. И она не допустимая ямка. Вот. Посадили. А куда она денется? Ну, из 20 горшков, 18-18. Вот полноценная, пригодная. Если я о своей говорю. У меня же знаете какие? Саженцы. Это же не саженцы. Это какие-то... Я их ещё иногда гигантиками называю. Вот. Поняли меня, да? Пойдём дальше. Какие ёмкости подойдут? Технические, литые горшки или даже чёрные пакеты. Вот тут сложнее. Сейчас я вам покажу. Это только один человек на планете. Такие вещи знает и замечает. Пакеты, конечно, дешевле, пишет Елена. И удобнее перевозки. Но не повреждаются ли корни при транспортировке? Елена, вы очень толковая человек. Вы по жизни не пропадёте. Потому что 6 км погрунтовки 100% по чёрные пакеты, в которых выращены, и даже комп земли есть, разобьются. Проверены не мною. Во-первых, мной проверено было как? Берём крайний случай. Вот. Сейчас я найду что-нибудь. Ну, давайте по порядку. Как вот. Итак. У меня два вида горшков. Это было... Пока я мог доставать с помощью помощника вот такие вот 12-литровые бэушные вёдра. Дешёвые они были. Я их использовал. Теперь клянусь Богом, что вот это выращено как? По двое, может, один-два года. Привой 5 месяцев. 5 месяцев. Я специально Богом поклялся. Это и есть норма. Это так и должно быть. Так. Ну, естественно, что садист бы сразу бы схватился за сердце. Напился валидолу или там как-то валидолу. Этот самый. Чё пьют в таких случаях. Вот. И как только ему стало полегче, он бы вот эти всякие отрезал вот до сюда. Вот это ставил бы немножко. Вот. Но это ладно. Вот. Этому садисту повезло. Его, кто видел в нашей книге, где-то мы с курдюмом... Вот это его было. Вот у него чёрточки. То есть я ему сказал, где он вот так вот. Раз, чёрточка. Вот тут чёрточка, чёрточка. То есть вот так отрезается. Даже несмотря на то, что корни почти целые. Вот. Это ладно. С этим мы посмотрели. Это большой горшок. Но непрактичный. Для питомника вода. А, кстати, вот они же. Вот. Для питомника вода. А-а-а. Дойдём до моих горшков. Итак. Вот эту фотографию мне этот самый. От курдюмого досталось. Он поездил по стране. Он чем молодец. Это знаете как эти? Не вот эти кабинетные учёные, которые полистал Столыпинскую книгу. И один к одному передрал. И назвал. Только фамилию поменял. Ну, может, две запятых. Или слова переставил. Всё знаете, как легко плагиат обнаруживается? Сколько фальшивых этих самых... Как их называют? Диссертаций-то сколько голов полетело. Передирали друг у друга. Ну, и вот. Это его фотография. Обратите внимание на это массовое производство. Вот это дряни. Вы скажете, вот у неё дрянь. Смотрите. Какая хорошая. Смотрим. Ближний план. Смотрите. Вот это всё изувечено. Почему? Подвой толстый, полевой тонкий. Вот. А это прививка не почкой, когда вживляется почкой. Это лучная копулировка. Вот она. Казалось бы, всё правильно. Но разница в штамбах. То есть толщина штаба огромная. И они вынуждены вот так калечить или вот так калечить. То есть берут. И с одной стороны у них камби с камбием совпадает. Всё. Кора с корой. Всё нормально. А с другой они вот так вот подрезают. И получается 100% инвалид. Ну, представьте себе. Тут выдерживают, допустим, по двое. Допустим, минус 50. Вот это, допустим, минус 30. А вот это 50 должно перейти сюда. Ага. Сейчас. Вот это страшная рана. Это страшная рана. И калека гарантирован. Вообще я такой саженец. Мне тошнит от них. Вот. Да. Блевать хочется, когда я вот это, вот это вижу. А где-то он снимал питомники. Это. Но мы здесь не из-за этого. Это как бы, как мне попросил Антон Валерьевич. Да не спеша растекайтесь мыслью по древу. Вот. Дрова. По ним и растекались. Ну, а главное, что вот этих самых. В общем-то, здесь, когда будут доставать, сама почва вот такая, да. Вот. Она специальная почва. Она предназначена для того, она как бы насыщена, ну, как. Вот. Есть и глинистая почва. В ней долго держится, да. Какая-то. Вот. Ну, в общем, да ладно, не буду вам лекцию читать про какие грунты бывают. Но вот эта почва рассыпается сразу. То есть, как только разрежут, она сразу и развалится. Вот и всё. Написала мне. Вот. Какие лучше рассадить, те пойдут для чёрного пакета. Они же рекламируются чёрного пакета. А в них возить нельзя. Они не виноваты. Они хотели взять, посадить, ну, пусть ямку, бошим судья. Но дело-то в том, что они же пока везли, растрясло. Поняли? Вот. Ну, 10 минут говорил, вместо того, чтобы сказать нельзя. А как вы мне поверите, я скажу, нельзя? Кругом реклама идёт. Они же дешёвые, правильно? И та дама тоже сказала, они же дешёвые. Ну, вот, пожалуйста. Вот. Ну, я тут быстренько нашёл фотографию с... Это я продавал с Аженса. Я даже запомнил, почему-то редко так бывает. Это Ачинск. Повезли. Ну, наверное, в этом что-то есть. Вот такое вот это. Но! В Красноярск повезли мои саженцы. Они были у меня ещё... Это до того, на пару лет. Они были ещё в картонных коробках. Они были, кажется, мощнейшими комьями. Вставляли в коробки так плотненько. И всё-таки они были в этих самых прицепах автомобильных. Прицепы за легковыми машинами. Придёт, звонит, говорит. Всё. Комья превратились в порошок. Но они были сильно обрезаны. Потом всё-таки прижились нормально. Но до сих пор памяти осталось. Что в эти самые... Комья по этому разговору. Но главное сейчас к этому. Вот это тоже июнь месяц. Это в июне я выбрасывал. Не раскупили, а рассылать-то поздно. Вот. Вот это вот... Ну, то, что есть. Я боюсь уже вам агитировать. Всё равно никто ничего не покупает. Ну, после каждого вебинара два-три заказа. А, это более красное чего. Ну, да ладно. Итак. Когда человек получает от меня вот такой мешочек. Ну, они в 10 раз больше, если там семечки. То есть косточки. Там происходит такая вещь. Неполная всхожесть. Хотя все они полноценны. Есть торопыги. Есть торопыги. Они... Эти торопыги... Сходят первыми. И... То, чего я не сразу понял. А потом уже осмысливать начал. То есть, я проведил эксперимент. Ведь это же я не отправил же. Прошло два месяца. Вместо того, чтобы отправить, я взял их и разорвал. Вот видите. И что я увидел. Вот тут плохо видно. Вот тут, как видите, вот эти, как нити. Это корень, да? Вот они. Взошли. Но не все. Ну, видимо, треть. Остальные, если их оставить в пакетике, не взойдут никогда. Хотя они хорошие. Почему? Вот это до меня самого не сразу дошло, ребята. Вот взяли мне тех фотографий. Там более ярко выражено. Там, где косточки. Вон они нити. Они сожрали всю влагу. Им нужно на разбухание влага. Помните, мы с вами еще прикалывались над школьной программой дебильной. Нужна ли вода для всхожеств? Ну, понятно. Палата номер шесть. Вот. Где прокурор? Да вот палата номер шесть. Так вот. Значит. Две-три всходят. И высасывают всю влагу. Те, которые должны зайти были недели-двумя позже. А природа так устроила. Зайти не могут. У них не хватает влаги. Особенно косточкам. Когда оставляют пакетик, который я высылал, ждите всхожесть 20-30%. Ну, то есть 2-3 из десятка. Ну, 4. Видел, даже 5. Все. А потом еще говорят. Ну, мне интересно, те, кто с опозданием заказал. Ну, я высылаю, но я хотя бы как-то перекрываю чем. Ну, высылаю больше. Вижу, знаю, что. Пути проснутся. Уже май. А хочу. Весеннее такое настроение появляется поздновато. Вы знаете, потом будем проходить. К 1 апреля на юге уже можно все садить. Украина, да? Юг Украины. Хельсинская область. Два урожая картошки за лето снимают. Вы представляете, что первые когда садят? Когда у нас сугробы лежат, а там уже садят как-то. Ну, наверное, там раньше посадят и яблони. И вдруг читаю. У них же тоже наука. Садите в май. Да даже для них большинство растений, если речь идет о хороших, качественных сорта, с качественными плодами. Даже украинского климата может не хватить до осени. Помните, я там промелькнул про это, теорию немножко зацепить там. Про вегетационный период. Вот. Ну, потом испугался, думаю, вдруг у меня это. Сразу я про теорию, вы меня отключаете компьютер. Начнете. И вот получается. Только вывод. Длинный, противный. Ну, уже два часа моя истекло. Заканчиваю. Только получили. Неважно что, перепаковывайте. А там потом просчете, когда человек жалуется. Который вопрос задал. Я же не просто, не с бухты-барахты, человек задал вопрос. А где мне столько типа посуды набраться? И пошло. Не садите, не имейте сад. Или ищите посуду по соседям. Вот. Баночки с поданализа. А что угодно. Тоже у меня на все проблемы. Но главное, чтобы был новый объем такой. Ну, скажем, в десятерном размере. И вот тогда из десяти девять проклюнутся. Вот. Понимаете? Вот теперь я все сказал. Вот это важно.